В 1949 году итогом исследований стало решение о сооружении Куйбышевского гидроузла в районе города Жигулевск. 21 августа 1950 года был утвержден проект строительства Куйбышевской ГЭС. Строительство ГЭС шло ударными темпами и в итоге ГЭС была построена в рекордно короткие сроки с 1950 по 1957 год. Как известно, сейчас этого уже никто не скрывает, в строительстве ГЭС принимали участие заключенные, как и на всех великих стройках коммунизма. В состав Жигулевской ГЭС входят гидроэлектростанция, солоудерживающие сооружения, водосоливная плотина, земляная плотина, защитная дамба, двумступенчатые судоходные шлюзы. Здание ГЭС имеет гигантские размеры, длину в 720 метров, ширину в 100 метров. От здания ГЭС к левому берегу тянется земляная плотина протяженностью 2 километра 800 метров. Продолжением земляной плотины является километровая водоспросная плотина, выполненная из жилета бетона. За водосоливной плотиной идет защитная дамба протяженностью около 1 километра. По пластинам ГЭС проложена железнодорожная линия и автомобильная трасса. Судоходные шлюзы Жигулевской ГЭС в области печи, то есть верхние и нижние, разделенные межшлюзовым объектом. Межшлюзовой объект – это участок между шлюзами. Здесь он имеет длину около 3,5 километров. В межшлюзовом объеке вырастает лесенский судоремонтный завод, где отстаивается и ремонтируется грузовой, пассажирский и токсирный флот. В межшлюзовой объект – в кавалитий, в межшлюзовой области печи. Пецептит! ПрофессорDER, член! Компенсийный флот – альтернативный флот И越ать до 30 минут! Повернуть за 30 минут! В межшлюзовую флот Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...